Всем привет! Меня зовут Роман Беглов, мы на курсах гитары в Щелково. И в этой серии таких, скажем так, уроков, если это можно так назвать, я бы хотел вам рассказать про этот замечательный инструмент укулеле. Это очень моднейший инструмент на самом деле сейчас, потому что обучение на нем практически не занимает никакого времени. Я сейчас вкратце расскажу основные принципы игры. На самом деле это, в моем понимании, прикладной инструмент, в понимании многих музыкантов. Но здесь заморочек гораздо меньше, нежели даже с обычной гитарой акустической. И поэтому научиться на нем можно играть любому человеку буквально за один месяц, мне кажется, играть просто. Потому что первую песню можно выучить даже на первом занятии. Давайте посмотрим, как это происходит. Прежде чем браться за инструмент, нам необходимо его настроить. Здесь, в отличие от гитары, всего четыре струны. Скажу прямо, две таких тоненьких и две потолще. Это, конечно, не профессионально ни разу. Берем обычный мобильный телефон, современный смартфон, и открываем гитарный тюнер. Я использую гитар-тюнер приложение. Но функция настройки укулеле, она уже платная. На самом деле здесь стоит небольших денег. На сегодняшний день в районе 300 рублей. Наверняка есть еще и какие-то бесплатные версии. Поэтому посмотрите. Вот я просто привык к этой версии. Вот мы видим четыре струны и четыре обозначения буквенных. Мы, как эстрадные в музыке, используем у нот буквенные обозначения. Значит, буква соответствует нотам по порядку. A, B, C, D, E, F, G. Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль. Э это Ля, Би это Си. Си это До. Ну, С его еще называют в простонародье. Ди это Ре. И это Ми, Е. Ф это Фа, а Джи это Соль. Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль. Не перепутайте. То есть многие считают от До, Дора, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. До. А здесь очень просто. Ля, Си, Дора, Ми, Фа, Соль, Ля. То же самое. И настраиваем инструмент. Я, значит, нажимаю на первую струну Ля. Первая струна вот эта. И она мне дает такой, скажем так, ориентир. То есть как ее настроить. Ну, то есть так не делайте, конечно, как я сейчас левой рукой. Значит, кладу рядом. Мне показывает тюнер, что слишком низко. Значит, я просто тяну колок по часовой стрелке вот этой левой рукой. Вот этот вот. До тех пор, да, вот. Да, тюнер показал, что струна настроена. Следующая струна Ми. Е. Нажимаем на нее. Следующая струна С, ДО. Нажимаем на нее. Настроена. И следующая струна Соль. Вот наш инструмент настроен. Я взял аккорд для минор. В отличие от гитары, где аккорд для минор, чтобы взять, надо поставить хотя бы три пальца на гриф. И сделать так, чтобы они не перекрывали, там между собой разобраться по встановке. Здесь достаточно одним пальцем зажать ноту Ля. И получить уже аккорд для минор. А в принципе можно и по открытым струнам провести. Получить аккорд для минор 7. Септоаккорд минорный. Или же по трем вот этим струнам, кроме вот этой струны четвертой. Получить тоже аккорд для минор. Ля. Ля минор. Струны считаются, как на гитаре, снизу вверх. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А табулаторная запись точно такая же, схематичная. Мы инструмент видим как бы вот так. Я сейчас подмонтирую. То есть и вот так мы видим аккорд, который на нем. Вот так мы видим аккорд, который мы должны брать. Например, вот Ля минор сейчас написан. И вот я его беру. Обратите внимание, что как бы вверх тормашка. Наш инструмент настроен, и мы можем уже приступать непосредственно к изучению песен. Но перед этим мы в следующем видео поговорим о том, как держать инструмент и об остановке рук. Поехал. Коехал.